В Северном Арктическом Федеральном Университете подвели итоги акции «Университет без ковид», в которой приняли участие 842 студента. С 25 декабря по 14 февраля Совет студенческого соуправления при поддержке администрации ВУЗа организовали розыгрыш ценных призов в официальной группе ВКонтакте. Призы выбирались с помощью специальной формулы. Поскольку мы не можем организовывать лотерею и акция не является лотереей, это не мог быть какой-то рандомайзер, который определяет, например, случайное число среди 842. Поэтому мы нашли специальную формулу, которая часто используется на региональных розыгрышах, на уровне федерации. Формула, как мне кажется, достаточно эффективная, она интересная и она выводит такую доказуемую случайность. Первые 100 участников, выполнившие все условия розыгрыша, получили брендированной маски с логотипом «Северно-Арктический». Тем, кому фортуна лыбнулась чуть больше, выиграли сертификат на прохождение курса дополнительного образования в САФУ или вместо в экспедиции «Арктический плавучий университет», а также цифровую технику от компании «Эппл». Это MacBook Pro, iPhone 13 и беспроводные наушники AirPods. Я выиграла iPhone 13 и условиями конкурса было, во-первых, быть гражданином, достигшим 18 лет, во-вторых, надо было иметь сертификат о вакцинации, соответственно, нужно было вакцинироваться. Также второстепенными условиями было оставить комментарий с номером и сделать репост записи на свою страничку ВКонтакте. «Я считаю, что в акции нужно было принимать участие, потому что, во-первых, я вакцинированная, а это очень важно в нынешнее время, потому что ковид не отступает, нужно обязательно делать прививки, чтобы предостеречь себя, предостеречь других, чтобы обезопасить себя. И, в принципе, если уж заболеть, то это заболевание протекло гораздо легче, нежели без прививки». Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в 2021 году. На сегодняшний день прививлись более 80% студентов Северно-Арктического федерального университета. Также были организованы различные мероприятия, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции. «Вроде два с половиной года, а какие результаты, как мы научились в этих условиях жить, как мы научились в этих условиях учиться, работать. И, казалось бы, такие простые, смешные, вроде бы, на сегодняшний день вещи, к которым мы уже вдруг привыкли. Это маска, которая у нас у всех на лице, это обрабатывание рук, которое уже вошло в наш обиход, как умываться и чистить зубы. Это и соблюдение дистанции, это и проветривание помещений и так далее, и так далее. Такие маленькие-маленькие шажки, которые нам помогли с честью и достоинством выйти из той первой волны уханьского коронавируса, который мы с вами встретили». В Архангельской области число новых случаев COVID-19 снизилось до показателей начала лета 2021 года. Но стоит помнить, что уровень опасности по-прежнему сохраняется, и вакцинация – это самый эффективный способ защиты от COVID. «Эта тема щепетильная на данный момент для всех, и это все-таки то, что затрагивает нас всех, не обходя никого. Поэтому я считаю, что это то, о чем нужно говорить, и это то, чему нужно уделять очень много внимания, потому что это касается нашего здоровья в первую очередь».